Со стороны казалось, что задача у минских динамовцев была полегче. Боснийский «Железничар» для наших парней должен был стать посильным соперником. Конечно, и здесь мы берем в расчет тяжелые перелеты и, несомненно, крутую поддержку домашней команды. Я думаю, что преимущество то, что «Железничар» играет дома, а мы ответный матч играем, второй домашний свой матч, здесь не будет никакого преимущества, потому что сейчас правило выездного гола отменено, поэтому нужно стремиться и в завтрашнем матче к положительному результату, к успеху, так же, как и в ответном матче. Поэтому мое мнение, что это две достойные команды и противостояние ожидается очень интересным. Отдельное внимание привлекали новички команды Иван Бахер и Александр Селява. Оба экс-легионера вышли в стартовом составе первого матча против боснийцев и, забегая вперед, четко сделали свое дело. Хотя стоп, покажите тех, кто с игрой и соперником откровенно не справился. Считаем, таких не было, пусть и результат нас в итоге немного огорчил. Зато показал богатство ростера «Динамо». У нас 24 человека в списке, 21 полевой футболист и 3 вратаря. Из 21 полевых футболистов мы двоих не включим на первый раунд для Лиги конференций. Поэтому в противостоянии с Железничаром у нас будет 19 полевых футболистов в заявке и плюс 3 вратаря. И этих 19 полевых хватило, чтобы практически всю игру доминировать над командой Сараева. К слову, именно Бахар в первом матче после возвращения отличился голом. Какой же сильный Морозов-то, а? В очередной раз показал, как нужно пользоваться своими моментами. 1 плюс 1 в Еврокубковой игре. В 50-й минуте команда Скрипченко вела 2-0. А ведь могли и с разгромным счетом играть за Бейбакич свой момент на 10-й минуте. Эх. Если говорить о том, как матч протекал с точки зрения единоборств, с точки зрения технико-тактических действий, считаю, что мы были ближе сегодня к победе, потому как наш рисунок и план работал на игру. Но не всегда бывает так, когда ты близок к победе и по структуре игры, и по рисунку игры. И часто бывает, еще раз говорю, что отдали инициативу в последние минуты и, к сожалению, соперник спас ничью. Да, за пять последних минут игры вышедший на замену Харачич оформил дубль не без везения, но отговорки искать не будем. Все-таки концентрацию нужно сохранять на протяжении всех 90 с лишним минут. А в случае с Еврокубками на протяжении четырех таймов. Уже 20 июля минчанам предстоит вторая серия противостояния с боснийцами. Кто-то еще не верит в итоговый успех. Впрочем, Скрипченко о статусе фаворита не думает. Я не думаю так по той причине, что опять-таки еще раз скажу, мы играем на нейтральном поле, поэтому я считаю, что после сегодняшней ничьи, с учетом даже того, что происходило на футбольном поле, пока шансы наши остаются 50 на 50. Продолжение следует...